всем привет мы приехали в аэропорт сегодня мы уезжаем из ничанга куда насколько и вернемся ли мы вообще сюда я расскажу попозже а пока мы находимся международном аэропорту камране через несколько часов у нас посадка сейчас мы приехали на такси обычно такси вызывается либо на улице средняя цена 350 тысяч с центра до аэропорта если заказывать через такси максим то 320 тысяч но у нас владелец отеля хостела где мы живем вьетнамка которая хорошо разговаривает на русском языке она сказала давайте я вам вызову такси и назвала цену 250 тысяч причем 250 тысяч за hyundai elantra такая хорошая широкая машина если в максиме за 320 мы поедем какой-нибудь киа пиканта либо киа морлинг то здесь прям хорошая машина такой комфорт плюс за 250 тысяч всего доехали очень быстро где-то минут за 40 сейчас мы идем на регистрацию прошли регистрацию и пограничник попросил предоставить ему визу непонятно зачем она ему нужна возможно он хотел увидеть что мы не нарушаем и никакого оверстея нет в итоге он проверил сказал все нормально мы пошли в дитифри дитифри показался слишком дорогим хотя выбора всего там было очень много я почему-то нигде цены не вижу это нормально 415 долларов да дороговато тут зато очень много тестеров на все за последнюю неделю две в ничанге погода кардинально поменялась если до этого была ветреная погода с огромными волнами и вечером было прохладно ну в районе где-то 21 22 градуса то сейчас ветер стих волны практически исчезли можно купаться не только с утра но и вечером и днем но самое неприятное стало гораздо влажнее жарче вечером уже не 21 а 24 25 и если все это время все четыре месяца до до этого момента мы засыпали без кондиционера его практически не включали то последние дни он у нас работает практически нон-стопом до посадки еще два часа но как-то зона ожидания выглядит очень странный мы здесь единственные кто сидим только сказал что народу никого нет как огромная толпа появилась здесь за секунду как будто все приехали на одном автобусе а и 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 мы прилетели в Куала-Лумпур долетели нормально кроме одного нюанса лететь вроде бы два часа но так было холодно они кондиционер с самого начала включили и не выключали до самой посадки многие люди были в кофтах как-то подготовились к этому но я не ожидал что будет настолько холодно кстати здесь вот мы вышли на улицу здесь не так уж и жарко вообще написано 30 градусов идет дождь но никакого дождя нету но здесь не совсем не жарко не так как и в Вьетнаме аэропорт здесь находится очень далеко от самого города мы будем жить прямо в центре около Петроносов и от аэропорта 60 километров навигатор показывает ехать 55 минут но судя по тому как водитель гонит мы наверное доберемся побыстрее заказали такси прям в самом аэропорту там есть стойка можно оплатить картой вышло у нас 94 риги это где-то 2000 рублей я никогда не летал в Азии и вообще впервые увидел такое что мы уже сели в автобус самолет приземлился когда мы подъезжали к нему люди еще выходили то есть обычно 2-3 часа идет на подготовку салона на уборку перед тем как туда люди зайдут а мы подъехали на автобусе в момент когда еще предыдущие пассажиры выходили я такого ни разу не видел но несмотря на это в салоне было чисто еще меня удивил вот этот интересный пар со всех сторон то ли так работает кондиционер у них то ли что как будто в Винмарте фрукты обрабатывают что сразу бросается в глаза после Вьетнама то что здесь абсолютно большинство это машины мопедов здесь практически нет может быть это такая дорога может быть в центре будет по другому но во Вьетнаме большинство всего транспорта это мопеды процентов 80-90 а еще очень зелено и очень много пальм чувствуется что влажность здесь гораздо выше чем в Нячанге на что еще хочется обратить внимание сразу заметно что нету нигде мусора по обочинам в Вьетнаме в любом месте есть мусор ну не прям много но он везде встречается здесь идеальная чистота и сразу заметно насколько здесь культура вождения выше чем во Вьетнаме водитель сел сразу пристегнулся и мы поехали скорость их здесь кстати гораздо выше чем во Вьетнаме вот я ни разу не видел что кто-то в Нячанге пристегнул ремень он как будто там существует как рудимент какой-то никто не пристегивает ни себя ни детей ни пассажиров вообще в целом а здесь здесь и машина гораздо более новые, богатые и много каких-то неизвестных марок то ли это местный автопром то ли это какие-то китайцы попозже попробую снять поближе так как интернета нет погуглил бы что это за машина но Малайзия выглядит гораздо более цивилизованной чем Вьетнам ну Мы наконец добрались до нашего отеля. Вид, конечно, из окна не самый прям красивый, но он находится в самом центре Куа-Лумпур. Из коридора можно увидеть петроносы. Я сейчас покажу, что у нас находится за окном. Это бассейн, куда могут все посетители ходить бесплатно. Глубокий и детский. Так выглядит сам отель. На фоне построены небоскребы и строящиеся. Я даже не могу показать, насколько они высокие. А вот там, чуть правее, за этой стеной, как раз находятся петроносы. Чуть позже мы пойдем, конечно, на них посмотрим. А завтра с утра у нас экскурсия на смотровую площадку. Единственная проблема нашего номера заключается в том, что света здесь не так уж и много. Вот это все, что у нас есть. Подсветка стены, тусклая лампа, ну и большое окно. Зато у нас есть небольшой набор для чаепития. Так выглядит ванная комната. Фен, телефон. И вот такая тушевая. С зафиксированной лейкой. Сейчас мы пойдем смотреть на фонтаны. Завтра мы пойдем на петроносы. И мне очень важно заменить мои старые кеды, которые я покупал в Заре, в Барнауле. У них уже подошло начало отваливаться, поэтому мне нужно заменить на обычные белые кеды от Найка. Здесь Найк стоит в два раза дешевле, чем в Абьетаме. Если обычные базовые кеды там стоят около 7 тысяч, 7-8, то здесь они стоят 3,5. А в России еще дороже. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вечером мы пошли посмотреть на музыкальные фонтаны, затем прогулялись по гигантскому торговому центру Шурия и я наконец-то увидел башни близнецы Петронас вблизи. Я много раз их видел на фотографиях и на видео, но они не вызывали особого интереса, но вот живьем они выглядели совершенно потрясающе, пожалуй это одно из самых красивых зданий планеты. Наше приключение здесь только начинается, впереди все самое интересное. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.